Слава Господу, братья и сестры! Хороший псалом был, припев поет о том, что мы должны приготовить. Не то, что должны, но сердце должно быть человека готово поделиться кусочком места для Иисуса. Ну, вся странность этого мира, о котором мало кто задумывается, что все, что создал Бог, это что Он создал. Все принадлежит Ему. Ему принадлежат и мы, и наши чувства, и наши дела, наши дети, наши поступки. Все должно идти к Нему, к Создателю. Ну, а Бог, Он не дьявол. Дьявол все делает как бы насильно, даже нет выбора что-то делать. Те, кто Ему принадлежат, они всегда исполняют Его волю и не могут делать ничего, кроме Его воли. А те, которые познали, те, которые приняли эту свободу от Иисуса Христа, они понимают, что все, что принадлежит Богу, это Божье. И как ни странно, Бог просит, чтобы приготовьте или дайте Мне место. Я хочу вечерить у тебя в сердце. Мы придем и будем вечерить, там Он говорит, духовно. То есть, получается, все принадлежит Ему, но Он дает выбор человеку, дашь ты ли место Ему или нет. Есть такое местописание от Иоанна. От Иоанна, 1 глава, 9 стих и 10. Я помню, когда начинал еще первые мои чтения Библии, мне подарили Евангелие, такое тонкое. Попал я на христианский брак однажды, и пастырь подарил мне такой Евангелие. Он просто сказал, кто хочет. Ну и я пошел и взял эту Евангелие. Я читал эти первые, и мне она очень, ну, как сказать, не понимал я много. И этот стих тоже не понимал сначала. И как-то трудно было читать. Ну и со временем Бог открывал. И сейчас уже читаю, вот я сегодня утром читал этот стих, и думаю, как ясно все понятно, почему я, когда читал, не мог понять его. Вот я зачитаю его. Я думаю, он очень знакомый стих. Это 9. Можно чуть-чуть дальше. Тут говорится о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Этот свет, он был всегда. Я думаю, вы согласны с этим. Он был всегда, этот свет. И через него все начало быть. И вот однажды, чтобы спасти меня и тебя, этот свет пришел в мир. И написано, что он освещает всякого человека, приходящего в мир. Ну, можно, я слышал много рассуждений об этом, но я так думаю, тут говорится о том, что еще прежде чем, как родиться человеку, Бог просвещает этот плод. В другом месте Писание, может, потом зачитаем, порассуждаем, он пишет, что Давид в своем псалме 138-м говорит о том, что «Зародыш мой, видели очи твои, Божья воля, Божья воля, Божья воля и Божий этот свет, он принимал участие в этом. И слава Господу, что тогда еще Бог просвещает всякого человека». То есть, происходит соприкосновение с вот этим Божьим, Божьей волей, Божьим существом. И на протяжении всей жизни получается, человек имеет возможность опять соприкасаться с этим. Ну, я имею в виду, например, даже неверующие люди, которые вообще не слышат о Боге. Я тоже возрастал и не слышал о Боге, о живом Боге. Слышал там об иконах, об этих, это везде такое можно было увидеть. Ну, это что-то было такое странное и непонятное. Но вот однажды каждому человеку Бог лично проговорит, покажет, получит свидетельство. И вот этот свет, который был изначально, он проявится. И это зерно от этого света, я образно говорю, оно взойдет и получится плод. И этот плод будет уже в протяжении жизни. Кто-то поливал его, кто-то заботился об этом. В другой притче написано, что кто-то окучивал это дерево или этот виноградник. И в течение всей жизни этот плод растет. Да, есть непогода, есть ураганы. Вот недавно прошел смерть. Очень большое разрушение было. Я вышел с работы, солнце везде светит, такая хорошая погода, где-то там в стороне что-то черная полоска. Босс говорит, что надо ехать домой, потому что смерть идет там по пыли. Я говорю, какая разница, на английском сказал. Ну и поехал. А в газетах писалось, что такое разрушение, все. То есть оно как бы не коснулось. Лично меня, лично духа. Так переживаешь за людей, что бывает, потому что много погибают те, которые или не приняли его, или отвергли. А может не в мире с Богом. И люди уходят из этой жизни. Вот тогда жалко. И знаете, я думаю, каждый из вас чувствовал этот свет, который был в мире. Тут написано дальше, что свои его не приняли. Я своими словами скажу. Свои его не приняли. То есть это говорится об Израиле, об евреях. Они ждали этот свет. Они там исчисляли. Вот если пророки, там, сколько-то дней, какие-то явления будут. И главное, что это все сбылось. Но они не увидели этот свет. Некоторые, конечно, пошли за ним, некоторые уверовали, но именно в основном свои не приняли его. И тогда он открылся нам, простым. Не из его дома написано. Много пишется в этом Библии. И к великой радости вот эти вот те, которые приняли, мы с вами и есть. Жизнь трудная штука и сложная штука. Я знаю, вы все многие прожили, кто-то больше меня, кто-то меньше, но сталкивались с определенными трудностями. И если бы не Бог, если бы не Библия, и если бы нет была возможности к кому-то обратиться, то, я думаю, это была бы очень сложная жизнь, а может даже невыносимая. Потому что, как и у всех, и у меня есть проблемы, у меня есть какие-то желания, у меня есть какие-то нужды, а бывают и лопиющие нужды. И слава Богу, что вот эта надежда, вот это стремление, оно можно на кого возложить. Потому что иногда Бог хочет, чтобы мы что-то сами делали, но иногда Бог и становится как бы в старании, и ждет, пока все наше «я» закончится, все наши стремления, все наши познания, все наши умения, они когда-нибудь закончатся. И тогда ты пустой, без всякого своего «я», без всяких своих знаний, всяких умений и достижений в этом мире. Просто скажешь, Господи, ну, я уже все, пусть будет Твоя воля, Ты знаешь, как это сделать. Прости, что я так, может быть, надеялся на свои силы, на свои знания, на свои умения, на свой стаж верующего. И тогда Бог видит Твое сердце, как Ты взываешь, и показывает Тебе этот путь, по которому надо идти. И потом все, как всегда, получается. Бог все исправляет, Бог исполняет, Бог исцеляет. И ты удивляешься, ну, какой был прекрасный путь, почему я этим не воспользовался. Полностью, полностью не отдал все в руки Богу. Перед молитвой я хочу зачитать Псалом 138. Я уже упоминал о нем. Его можно весь прочитать, он небольшой. Псалом Давида Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сужусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли. Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку Твою. Дивны для меня видения Твоё высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу. Зайду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и Ты там. И там Ты. Хороший стих, вот этот седьмой. Сразу вспоминаешь детские собрания, когда детям рассказываешь, рассказывал эту историю об Ионе, когда он хотел скрыться от Бога. И действительно задумывается, куда он попал. В очреве Кита. Тут написано и в преисподней, и Ты. Я думаю, для Ионы это тоже было такое страшное место. Даже страшно представить. Но и там, в том месте, вы помните, да? Иона возвал Богу, и Бог его услышал. Повелел этому Киту высвободить Иону. Иона довершил то, что Бог ему предлагал еще раньше. Возьму ли крылья зари, и переселюсь на краю моря. И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я создаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мы видели очи Твои, и в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Очень дивные слова, братья и сестры. Это Давид понимал. Я думаю, это он писал уже, этот псалом, когда уже прожил, когда достаточно имел хорошее отношение с Богом. И было у него в жизни все. И хорошие победы, и поражения, и грех. И вот он написал этот псалом, и написано, что все дни были уже написаны в книге. Все, что еще не были. Вот он создавал, создаваем был. И главное, что все это было еще до того, да может еще до рождения его мамы, его прабабушки. Это касается каждого из нас. И вот если каждый из нас будет задумываться, или задумался, или будет задумываться о том, что происходит в его жизни, то вот это и есть страх Господний. Не то, что бояться, что Он там что-то накажет тебя, и это, а это действительно такое почитание Бога. Почитание и благодарность Богу, как бы все вместе, за эти все дни жизни, которые написаны в этой книге. Когда делаешь поступки, у меня тоже в жизни были разные поступки, и еще будут в жизни разные поступки, на то она и жизнь. А может быть, уже и мало стало жить, я не знаю. Но я точно уверен, что вот эти все дела, которые я совершил, они все записаны в этой книге, потому что так слово говорит. Я потому и верю. Я думаю, вы тоже так. И когда ты понимаешь, что все, что ты сделал, и то, что тебе предстоит сделать в жизни, и все это Бог знает и слышит, и никакое не засекречивание, никакое там сглаживание твоей биографии или твоего места рождения, оно никогда не будет сокрыто от Бога. И невольно ты благодаришь Бога за Его милость, за Его любовь. Вы знаете, просто хочется так добавить из своей жизни. Есть такой был город засекреченный в Советском Союзе, его просто называли город 40, или сити фори, как здесь его называют. Он, наверное, был образован в 46-м году или в 49-м. А рассекретили этот город в 96-м году, ему дали название за Озерск. Озерск. В этом городе я родился. И я о чем хочу сказать, что как бы ни закречивали моих родителей, там получалось, что люди работали, особенно ученые, они считались где-то без вести пропавшие, то есть не жили. А кто рождался, тем давали вот как бы метрики эти, или свидетельство о рождении, что где-то родился в другом городе. Вот такое вот у меня было свидетельство о рождении, и сейчас есть. Вот. Но я хочу что сказать, что все люди там были засекречены. Я вот просто задумался, читал вот это вот слово, где Бог говорит, где ты был создаваемый. Это точно касается, точно большой такой пример, и глубокий, и духовный. Как бы ни старались те советские власти засекретить место моего рождения, или что-то Бог уже знал, где я рождусь, и где я буду жить. Много людей умерло там, и младенцев тоже умерло, многие даже не выживали, не рождались, умирали, потому что такое плохое место было. А я родился, и я очень благодарен Богу, что живу, что могу общаться с людьми, что встретил когда-то Бога на своем пути, или точнее сказать, Бог меня встретил, открылся именно в таком образе, в котором, который Он есть. Потому что многим Бог открывается, ну не то, что Бог открывается, опознают Бога, и вроде бы как служат Богу, а это не есть Бог, а есть какое-то предание, или какая-то совершенно иная вера, а люди в ревности своей служат этому Богу. Пример Павел. Бог видел его ревность, Бог видел его стремление познать Бога, но он исполнял волю, ну не ту волю, которую хотел бы Бог, чтобы он исполнял. И потом он его встретил на дороге, немного он ослеп, пожил чуть-чуть слепой, но зато он обрел с этой слепотой великую такую радость, великий свет этот свет озарил, о котором я читал в начале. И это действительно любовь Божия. И сейчас будем молиться, и каждый пусть благодарит вместе со мной, и я с вами буду благодарить Бога о том, чтобы был этот свет. Этот свет был задолго еще. Библия не говорит, просто кратко написано, что он был всегда этот свет. Слава Господу! И однажды для того, чтобы я тут стоял перед вами и говорил это слово, этот свет пришел в этот мир. Слава Богу! И когда каждая душа, каждый человек об этом поймет, или когда каждому человеку этот свет откроется, это будет великая радость. И ты будешь благодарить, и мы благодарим Бога. Ну написано еще, что меня удивляет, и радует, и вдохновляет, что есть еще нечто, о чем Библия говорит, что не видела то око, и не слышала еще, и никто... Бог открывал через пророков, через видение, хоть чуть-чуть, что там нас ожидает. Но это будет необыкновенное и неописуемое. И я стремлюсь и хочу быть там вместе со своими детьми, с женой, со всеми мамами. Аминь.